Безалаберный русский подросток по проспекту шатаясь идет. Воленистое кринское пиво в животе у подростка бурлит. И подросток бездумно рыгает и пускает в штаны шептуна. И спартаковский красненький шарфик обсморкал уже и обблевал. Вот проходит он мимо навесок, где азиаблы в чечнеке стоят. Он бы им тумаков понавесил, но один он, а их целых три. Злобно думает русский подросток об ушедших деньгах золотых, когда сердце великой России не загадило черное тля. Вспоминают Сунин с Пожарским и Подемкин Таврический князь, да и Сталин, что сам был чечнеком, но чечнеком житья не давал. Что за хрен приключилось с Россией? Почему нас все меньше в Москве? Почему там, где врет один русский, десять черных рождаются вдруг? Это бабы. Они виноваты. Не хотят они русских рожать. Нарожают все больше чечнеков. Или же не рожают совсем. Так вот думает русский подросток. Он не чмошник, не бритый скинхед. За Россией он сердцем болеет. Да и ум он пока не пробил. Понимает он, русским Россия, а чечнекам Кавказ и Пески. А китайцам Китай, пусть там пашут. В общем, каждый пусть дома сидит. Пусть израильский вермахт отважный, бережет от арабов святыни. Наши, русские, в общем, святыни. Значит, всех их евреев туда. Пусть евреями та же проблема. Не хотят бабы их размножаться. И уж даже не полуевреев, а вообще непонятно кого, признают они там за евреев. Если ты в синагоге докажешь, что твой прапрапрадедушка где-то хрень случайно порезал себе, или, скажем, размешал водку, кабакет на тупых русаков, то признают тебя там евреем и дебуцы пошлют охранять. Русские так и на поле не попозже. Где набрать нам хотя 50 миллионов горластых уродов, чтобы по-русски болтали они, чтобы любили бесплатно работать, когда бьют их под их сапогом, чтобы красть на работе умели и сивуку стаканами пить. Нет, смекает друг русский подросток, не найти нам резерва пока. Путь спасения нации в клонах. Мы планировать русских должны. Обдрачусь. Обкончаюсь и сдохну. Только Родине дам материалов. Да и как ей не дать материалов? Все равно ведь драчу каждый день. В общем, слышишь, Россия? Давай-ка, принимай-ка скорее решение. Факар Герлевич, пиклинское пиво не добили твою молодежь.